Армия страны-агрессора России накапливает силы для нового удара в ходе войны против Украины. Но оккупанты столкнулись с проблемой защиты своей Орды, своих сил и средств от новейшего вооружения, которое получила Украина, в частности от PC-30 «Хаймерс». Враг метается, меняет планы на ходу, заставляя своих солдат переходить одни и те же мосты в прямом и обратном направлении. По тенденции, в ближайших несколько дней Россия будет наращивать свою группировку на юге, будут подтягивать дополнительные резервы. Прошла информация о том, что около 12 тысяч тонн груза военного назначения, прежде всего боеприпасы, перемещаются с территории Беларусь. Для усиления возможностей оккупационной армии, потому что де-факто снаряды в этой войне являются приоритетным видом боевой работы. Украина перехватила инициативу, поэтому враг вынужден рефлексировать, отвлекаться на новые вызовы и проваливать собственные планы. Об этом в интервью обозревателю рассказал военный эксперт Владислав Селезнёк. Некоторые эксперты утверждают, что сейчас наблюдается относительно затища вдоль всей линии фронта российско-украинского. Я с этим категорически не согласен, хотя бы потому, что россияне активно используют средства артериористского поражения. Пока что не совсем понятно, в каком направлении будут сосредоточены основные усилия. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, перемещение штабов российских оккупантов. Наша разведка наблюдает за ситуацией. Но на Херсонском направлении уже сосредоточено 30 ВТГР, врага которой резервы находятся на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому думаю, что в ближайших несколько дней россияне будут осуществлять перемещение сил, будут усиливать свою группировку. Часть эшелонов с военными грузами следует из Восточного военного округа. Как будет развиваться ситуация? Россияне накапливают усилия. Думаю, в ближайшее время будет четкое понимание, куда они будут двигаться. Украинские силы будут, соответственно, держать оборону. Возможно, там, где нам будет по силам, если у нас будут необходимые ресурсы, мы будем проводить контрнаступление.